Здравствуйте! В эфире дневной выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И в начале коротко о главном к этому часу. Жители села Ватраусской области спешно эвакуируют в безопасное место из-за прорыва дамбы. Куда переселяют людей и затопила ли вода дома? В Павлодаре расследуют драку между кадетами школы-интерната. Полиция возбудила уголовное дело. Ватрау на глазах у детей мужчина жестоко избил щенка. Чем объясняется такой поступок и какое наказание грозит бжеводеру? Больше 150 человек эвакуированы в селе Жалгансай из-за прорыва дамбы. ЧС произошло в Ватраусской области. Жители разместили в местном эваку-пункте на базе школы. Некоторых разместили в больнице. По данным МЧС, уровень воды в реке Жаик и поймах близ села повысился. Под угрозой затопления сельский медицинский пункт. На данный момент целостность дамбы восстановлена. Специалисты укрепляют защитные валы. А в Алматинской области из-за частых дождей и таяния снега в горах резко поднялся уровень воды в реке Талгар. В регионе возникла угроза наводнения. По информации Акимата Аватского сельского округа, из-за подмыва грунта может обрушиться мост. Его сейчас перекрыли, а конструкцию обследуют эксперты. Кульжинская трасса и дорога Талгар-Есик-Байдебек открыты. Местные власти проводят работу по предотвращению прорыва русла реки и обеспечению безопасности населения. Еще 300 домов построят для пострадавших во время паводков жителей в Североказахстанской области. Масштабный проект реализуют при финансовой поддержке фонда Хазахстан-Халхана и крупнейших частных компаний республики. Напомню, ранее в регионе уже начали возводить 200 новых домов, которые также планируют заселить оставшихся без жилья жителей. Когда долгожданные квадратные метры сдадут в эксплуатацию, узнавала Нруголь Алина. Встретительство первых 100 домов в микрорайоне «Солнечный-2» в Петропавловске стартовало еще месяц назад. В настоящее время работы там завершены на 70%. А в начале мая там же начали возводить еще 100 жилых построек. На возведение этих 200 объектов из средств общественного фонда Казахстана-Халхана выделили около 5 миллиардов тенге. Ну а остальные 300 начали строить совсем недавно. Слышали, что еще будут строить дома. Мы, жители, очень довольны. Стройка вот началась. Думаем, что вовремя закончится. И мы заедем уже. Сообщается, что при строительстве используется панельный железобетон, который специально завозят из Астаны. На месте задействовано 20 единиц техники. На данный момент заливаем фундаментом. Получается, вот, сваи бурно-бивные, ленточный фундамент. После чего делаем обратную засыпку. Привезти должны нам материал по уже стену панели. Уже разработки идут в Астане. Изготавливаются панели. На следующей неделе у нас уже пойдет первая партия панель. Начнем уже монтировать стены. Ну, после чего крыша и так далее. Ну а закончить проект планируют в кратчайшие сроки. При этом качество домов, по словам застройщика, будет на самом высоком уровне. Качество домов будет теплые, отличные железобетонные здания, каркасные здания будут. Она гораздо лучше, чем обычные кирпичные дома, которые строятся, гораздо прочнее. Она из завода придет уже готовый, изготовленный, утепленный. По тепловым характеристикам тоже она будет превосходить из обычных жилых домов. В строительстве всех 500 домов задействованы 23 строительные компании. 21 из них местные подрядные организации. Одна из Тимиртаю, еще одна из столицы. В текущем строительстве первых 200 домов задействовано около 1200 человек и около 600 единиц техники. А в проекте на 300 объектах пока трудится более 100 человек. В скором времени планируется довести численность работников до 300 человек. У всех одинаковая площадь, то есть 80 квадратных метров. Также к ним прилагается участок земли в размере 10 соток. Также на этих участках будет построено для жителей, для жильцов, сараи для дров, для угля и также будут уже возведены заборы вокруг дома. Все 500 домов планируют создать полностью до августа. 200 домов построят из газоблоков, остальные 300 будут панельными. Нургулялина, Асарьер Блан, телеканал Алматы, Североказахстанская область. В Павлодаре произошла массовая драка кадетов. Начало конфликта попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как учащиеся устроили разборки прямо в классе. Инцидент произошел в школе-интернате Жас-Сарбас имени Кабанбай-Батыра. По меньшей мере ее участниками стали не менее 40 кадетов. Полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Назначены экспертизы. В Атрау задержали живодера, который истязал щенка на глазах у детей. Шокирующие кадры появились в соцсетях. На них видно, как мужчина подошел к собаке, играющей с детьми, и несколько раз силой швырнул ее. Щенок выжил, и теперь ему требуется лечение. Сейчас четвероногие находятся на передержке у волонтеров. По данным полиции, 30-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Больше сотни жителей Кустанайской области обратились с жалобами на укусы клещей с начала весеннего сезона. По словам специалистов, в регионе наблюдается особый пик активности насекомых, которые могут стать переносчиками опасных заболеваний. Санэпидемиологи начали сбор особей в популярных местах отдыха для исследования их на наличие боррелиоза и клещевого энцефалита. Подробнее о профилактических мероприятиях расскажет Карина Ли. Живописные окрестности в пригороде – излюбленное место отдыхающих горожан. Однако находиться здесь сейчас небезопасно – атакуют клещи. Специалисты лаборатории собирают особи на исследование. Белое полотно – как приманка для насекомых. Тех, кто попался, помещают в пробирку. Только с этой территории сегодня планируют собрать 600 особей. В этом году у нас план стоит 18 800 клещей со всей области собрать. На город Кустана и Кустанайский район нам уже порядка 1200 клещей собрать. После мы будем их сортировать в лаборатории и отправлять на исследование особо опасных инфекций. Боррелиоз и клещевой энцефалит – клещи – могут быть переносчиками этих опасных инфекций. А заражения этими опасными заболеваниями могут закончиться летальным исходом, предупреждают специалисты. За медицинской помощью с укусами клещей обратилось около 100 человек. Из них 33 – это дети до 14 лет. То есть 33% обращаются в основном жители областного центра города Кустанай. 42 человека, 30 человек в городе Рудном. Единичные случаи по регионам. Эпидемиологическую ситуацию в регионе санэпидемиологи называют благополучной. Однако при обнаружении на себе клеща советуют не пренебрегать мерами безопасности. И нести насекомое на исследование в лабораторию. Карина Алиса, Матбергалиев, телеканал Алматы, Кустанайская область. Почти вдвое вырос поток туристов в Алматинскую область. С начала года такие живописные места, как Кольцай, Каинды и не только, посетили больше 80 тысяч человек. Чтобы дальше развивать туризм в регионе, местные власти планируют открыть новые зоны отдыха и благоустроить территорию. По их словам, в области есть множество мест с уникальной природой, которые намерены сделать более доступными и комфортными для посещения. В тур по природным жемчужинам региона отправилась Айдана Нураш. Село Саты, что в 15 километрах от озера Кольцай, популярно своей природой и гостеприимством. Местный Аксакал из Полырспаев знает здесь каждый угол. Он родился тут и всю свою жизнь посвятил служению маленькой родине. С большим патриотизмом он рассказывает о том, что вокруг Саты немало удивительных исторических мест, которые должен увидеть каждый. Потому 74-летний житель села говорит о необходимости развития здесь экотуризма. Эти горы своего рода Танбалатас. Очень много петроглифов и изображений, которые ценны с исторической точки зрения. Я считаю, что нужно проводить исследования. Всё-таки много интересного скрывает эта местность. Было бы здорово привлечь сюда туристов, а это невозможно, если не развивать инфраструктуру. Посетив по пути несколько аулов и поговорив с местными, мы доехали до долгожданных Кольцайских озёр, которые называют голубым ожерельем северного Тиньшаня. Живописный пейзаж завораживает с первого взгляда. Кольцай – это место, куда хочется возвращаться. Место, где жители больших городов отдыхают от рабочих будней и суеты, и которое не оставляет безразличным ни одного иностранного туриста. Это разнообразие красок всего, что меня здесь окружает и которым никак не насытится глаз, ещё раз доказывает неповторимую красоту природы нашей страны. Отрадно видеть, как с каждым годом создаётся всё больше удобств для комфортного отдыха. Появились фотозоны, беседки, места для отдыха туристов и освещение. У нас здесь появилась сеть, которого раньше не было, и бесплатный Wi-Fi интернет. Провели Каэнде и Кольцай 300 метров, получается, дорожки деревянные для безопасного спуска и подъёма наших туристов. В этом году мы планируем закончить уже, сейчас работы уже ведутся, 470 метров Каэнде и Кольцай будут дополнительные дороги. В прошлом году туристические места в области, среди которых популярные Кольцайские озёра и Каэнде, посетило больше 250 тысяч человек. Большинство из которых – иностранцы. Зарубежные гости не скрывают своих эмоций от увиденного. «Я была на Бао, Чиринском каньоне Шимбулаке. Это впечатляющие места. Мы с супругом были здесь лет 15 назад. И вот спустя столько лет, по приглашению друзей, мне посчастливилось посетить Казахстан ещё раз. Люди приветливые, отзывчивые. Кстати, национальная кухня очень вкусная. Пешпарма, кумыс, манты – теперь мои любимые блюда». «Мы в Казахстане впервые. До приезда сюда долго изучали и планировали, какие места стоит посетить. Здесь природа красивая. Идеальное место для отдыха и умиротворения. Было бы здорово, если бы было больше англоговорящих гидов». Основная работа в туристических местах направлена на улучшение инфраструктуры. Особенно она необходима на территории озера Каинде, где не хватает дорожной инфраструктуры. Проложить дорогу представители нацпарка обещают в следующем году. «ПСД по строительству дороги уже разработан. Реализовать проект планируем в 2025 году. Сейчас стоит вопрос проведения электричества. Кроме того, мы наблюдаем снижение уровня воды в озере Каинде. Средства из бюджета для строительства плотины пока не выделены, поэтому этот вопрос остаётся открытым». Наряду с проводимыми работами в планах у местных властей открытие новых туристических зон, чтобы дарить людям моменты комфортного отдыха на природе. Айдана Нураш, Алишер Иргали Ула, телеканал Алматы, Алматинская область. И на этом пока всё. Увидимся вечером. До встречи.